Крещение Господне В Евангелии описывается, что во время крещения был голос с неба, свидетельствующий, говорящий «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И также говорится, что Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса Христа. Дальше Евангелие говорит о том, что после своего крещения Иисус Христос был Духом возведен в пустыню, где в течение 40 дней Он постился. И уже после поста Он начал свою проповедь, начал свое общественное служение как раз таки по прошествии, по совершении крещения и 40-дневного поста. Конечно, многие из нас не утруждают себя глубоким обдумыванием смысла крещения. А вот сам ритуал троекратного купания в студенной воде выполняют с готовностью. Тем более, что он и на самом деле требует известных волевых усилий и веры в силы Своей и Господней. Как проверка на прочность, даны нам и крещенские морозы, словно испытывающие характер и готовность делом доказать свою принадлежность к православному миру. Если мы откроем богослужебные книги, богослужебные указания, которые говорят о том, как нужно праздновать, какое богослужение должно совершаться, что делать с освященной водой, то мы не найдем указания о том, что нужно окунаться обязательно в этот день в воду. Говорится только о том, что мы воду освящаем, этой водой причащаемся, то есть пьем ее, окропляем себя, окропляем свои жилища, то есть освящаем этой водой. То есть через эту воду нам невидимо Господь Духом Святым. Нам подается божественная благодать. С надеждой, что вода смоет грехи, обновит, исцелит и вдохновит тело и душу, в прорубь окунаются и магаданцы. Существует мнение, что вода в этот день становится особой во всех мирских источниках, а потому не может причинить вреда даже в 50-градусный мороз. Однако врачи советуют хорошо взвесить свои возможности или посоветоваться с медиком, прежде чем подвергнуть свой организм такому резкому и тотальному переохлаждению. Само по себе погружение в холодную воду вызывает рефлекторный спазм сосудов, который неадекватно может отразиться на людях разного возраста. Если где-то более-менее молодая категория граждан может перенести это более-менее спокойно для себя, то люди более старшего возраста обычно испытывают определенный стресс. Помимо переохлаждения идет спазм сосудов и повышается давление. А повышение давления, как следствие, как мы всегда говорим, это одна из причин развития таких заболеваний, как энцефалопатия и нарушение мозгового кровообращения и инсульт. А инфаркт может быть? Инфаркт, конечно, то есть резкий спазм может вызвать и привести к нарушению сердечной деятельности. Если вы все-таки решительно настроились на крещенское купание в проруби, следует хорошо к нему подготовиться и соблюсти некий физиологический протокол. Перед купанием в проруби нужно подготовиться за несколько дней хотя бы, особенно для новичков. Это за 2-3 дня обливание холодной водой предплечей и голеней. Через 2-3 дня еще 2 дня обливание плечей и полностью ног, руки, ноги. А затем уже полностью все тело можно ополаскивать холодной водой, после этого принимать контрастный душ. Таким образом, организм адаптируется к экстремальным условиям. Перед купанием нельзя употреблять алкогольные и спиртные напитки за счет того, что идет ложный эффект тепла. А это чревато дополнительным спазмом сосудов, что чревато осложнениями в состоянии здоровья. Также перед нырянием в прорубь нужно сделать разминку в течение 5 минут. Разминка проводится в легкой форме, без усердия. Обычные общеукрепляющие, общеразвивающие упражнения – это приседания, наклончики, маховые движения руками, ногами. Чтобы у нас адаптировался организм к экстремальным условиям в прохладных условиях внешней среды, и прилив крови пришел, прилив энергии, который будет сохраняться в течение самого купания. Надо все-таки проконсультироваться с врачом. То есть не все категории граждан, которые желают искупаться, имеют на это полное показание. То есть категорически запрещено купаться пациентам, которые имеют хронические заболевания. Это заболевания сердечно-сосудистой системы в первую очередь, дыхательной системы, заболевания мочеполового тракта и так далее, и так далее, и так далее. Категорически запрещается купаться беременным женщинам. То есть если, в принципе, вы действительно надумали произвести сей ритуал, то заранее желательно бы, конечно, подготовить себя и свой организм к данной процедуре. Освещенная вода или окунание в прорубь с освещенной водой не является гарантом того, что человеку прощаются грехи или в воде омываются его какие-то согрешения. Об этом вообще нет никаких свидетельств какого-то святого или каких-то правил церковных. Это домыслы обычно народа. Народа, который пережил советский период и у которого возникли какие-то вот такие не совсем иногда правильные представления о церковном вообще. Скажу так, что грехи отпускаются в таинстве исповеди, в таинстве покаяния, но не в таинстве, но не в окунании в проруби. Поэтому если кто-то хочет получить прощение от Бога, то пусть приходит, принесет свое покаяние перед Богом, а священник засвидетельствует это перед Богом, прощет над ним разрешительную молитву. Ну а мы поздравляем всех православных христиан с крещением и надеемся, что вода, освященная в этот день нашим Господом, принесет животворную радость и душевное обновление каждому, кто этого достоин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok